Жители республики все активнее приходят на прививку от коронавируса. У многих уже подошло время сделать второй компонент. Причем все больше людей пожилого возраста записываются на вакцинацию. Защита от вируса показана не только лицам группы РИСК, но и всем желающим. Сначала нужно записаться на прививку. И когда подойдет очередь, важно, особенно пожилым, проконсультироваться с участковым терапевтом. Лицам старшего возраста нужно обратиться к своему участковому врачу, который знает их, знает их заболевания. Он проведет осмотр, посмотрит, есть ли противопоказания к вакцинации. Если их нет, то он рекомендует им пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Врачи считают, что прививка от ковида убережет от инфекции. Особенно лиц старшего возраста. Многие врачи республики в числе первых ввели себе вакцину. Находясь в группе РИСКа, есть большая вероятность заболеть коронавирусной инфекцией повторно. В числе первых привелась известный акушер-гинеколог Татьяна Дерипаско. Очень многие коллеги наши болели. И болели достаточно тяжело. Мало того, через 3-4 месяца уже теряется иммунитет. Это уже, так сказать, мы видим на своих, опять же, коллегах. И поэтому я одна из тех, которые приняли решение, чтобы этот страх убрать, привиться. И хочу сказать, вот среди сотрудников достаточное количество врачей, акушерочек, медсестер, которые уже привелись. Татьяна Васильевна получила уже второй компонент вакцины. Через три недели организм выработает устойчивый иммунитет. Осложнений от прививки практически нет. Может быть повышение температуры, покраснение в области введения вакцины. Но эти случаи единичные. Хочу сказать, вообще ничего не заметила. Вообще, на самом деле, это абсолютная правда. Даже место инъекции, у некоторых это болезненный какой-то участок. Ну, вот не было, повезло в какой-то степени. Кого знаю, тоже практически не было. Я в прошлую субботу сделала первую дозу вакцины, перенесла ее хорошо. Температура не поднималась, никаких местных осложнений не было. Временной интервал между введением первой и второй доз – три недели. Врачи ждут всех желающих в прививочных пунктах. Они работают по всей республике. Запасы вакцины пополняются регулярно. Татьяна Иванова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.